Проблема Донбасса действительно сейчас снята с первых страниц газеты и отошла с повестки дня. Но надо четко понимать причину-следственную связь. Испокон века демократы были сильны социальными вопросами и решением социальной политики внутри Америки. Республиканцы это всегда внешняя политика, это всегда международные отношения и усиление позиции США на международной арене. Поэтому то, что сейчас мы увидели, это не что иное, как заявка на возвращение в лидерство, абсолютное лидерство, монолидерство в мире Америки. И соответственно, когда говорят действительно эксперты о том, что возможен удар по Донбассу, как бы это страшно ни казалось, но я думаю, что американцы прогнозировали такую возможность. И в случае, если такое произойдет, то это будет тот самый повод, когда Трамп сможет действительно показать себя как нового политического лидера на международной арене. Скорее всего, он передаст тогда летальное оружие Украине, и это будет публично. Это раз. Второе. Эксперты сейчас оценивают ситуацию, которая происходит. Так вот, риторика Кремля не просто сдержана, они в растерянности. Они действительно воспринимали все до последнего момента, как эдакий, знаете, шантаж, как они играют, привыкли к тем правилам. Поэтому здесь такого не произойдет. Теперь касаемо следующего этапа. Через всего две недели начнется сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. И там уже планируется рассматривать вопрос Сирии. Но также там будет поднят один из очень важных вопросов. Там будет поднят вопрос о доверии президенту парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Агромунту, который буквально недавно посещал вместе с Леонидом Слудским, я не ошибаюсь, с Волошиным, да, по-моему, посещал Сирию и встречался с Асадом. Один из пророссийских симпатиков в Европе получает впервые за всю историю парламентской ассамблеи возможность получить импичмент и уйти досрочно с позиции президента ПАСЭ. Поэтому интересы Украины и Донбасса в Европе никто замалчивать не будет. Наоборот, позиция человека, который пророссийский, и который фактически доказывал, что ну Россию надо возвращать все в любом случае в парламентскую ассамблею, сейчас ослабнут, так же, как и симпатиков. Для нас самое главное сейчас усилить свою позицию на международном парене, усилить, а именно привлечь как можно быстрее наших симпатиков. А симпатиков у нас не так много на самом деле, и самое главное из них это Великобритания, которая до сих пор в переговорном процессе не принимала участия. Продолжение следует...